Камчатка в числе лидеров по темпам строительства. Таковы результаты прошлых лет. Сейчас на полуострове реализуется целый ряд масштабных проектов при поддержке Минстроя России. Возводится Камчатская кровавая больница, строится новое здание Международного аэропорта в Ельзове. А также идёт работа по расселению аварийных домов и строительству сейсмоустойчивого жилья Вилючински. Край на эти цели получил в этом году поддержку из федерального бюджета. Глава региона Владимир Солодов встретился с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Юрием Гордеевым и обсудил дальнейшие планы строительства в регионе. Я отчётливо осознаю, что это лишь начало пути. Очень много ещё предстоит сделать и уверен, что совместными усилиями удастся этого достичь. Это в первую очередь проекты комплексной застройки Петропавловска, Камчатского и Елизова. Мы получили поддержку в форме инфраструктурных кредитов на развитие тех коммунальных объектов, которые позволят их реализовать. Но сейчас находимся в стадии разработки проектов, подхода уже к самим этим комплексным проектам. И хочется воспользоваться вашей работой здесь, в территории края, чтобы эти вопросы проработать и по ним определить дальнейшую оптимальную с вашей точки зрения траекторию по реализации, исходя из того опыта, который в других субъектах Российской Федерации есть. Я на Камчатке был последний раз два года назад. И вот сейчас, когда я ехал из аэропорта, уже действительно видно очень серьёзные изменения и по поводу дорожной инфраструктуры. И сейчас тоже проезжали, как раз проехали к Камчатской краевой больнице. Думаю, что те планы, которые вы намечили для себя, которые ставите перед правительством, они все сбудутся, все получатся. С своей стороны мы, естественно, будем оказывать всестороннюю поддержку и по поводу второго этапа краевой больницы, и по поводу комплексного развития территории, инфраструктурных бюджетных кредитов, которые тоже провели, а уже решение состоялось о предоставлении. Напомним, 21 апреля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что средства Фонда национального благосостояния и инфраструктурные кредиты будут работать на все регионы России. Порядок предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов правительство страны определило в конце июля. Федеральные средства будут предоставляться на возвратной основе по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. Погашение кредита стартует с третьего года после его получения. Это дополнительно снизит нагрузку на региональные бюджеты. Информационное агентство Камчатка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова